Как сделать индивидуальный проект мебели в SketchUp, создать сразу несколько вариантов компоновки и дизайна и не просто спроектировать, но и сделав экспорт видео из SketchUp наглядно продемонстрировать заказчику или себе, если делаете для себя любимого, эти варианты. Чтобы обсудив и выбрав один из них, дальше уже более детально проработать свое уникальное столярное изделие и его проект. Об этом сегодняшнее видео. На примере реального заказа стеллаж из массива дерева. Здравствуйте, меня зовут Юрий и я рад вас всех приветствовать. Итак, задача. Есть заказ на индивидуальный проект стеллажа в специально отведенное для него место, с точно заданными размерами и габаритами. Также есть некоторые пожелания заказчика по внешнему виду и функционалу, с которыми, тем не менее, можно поиграться при проектировании и предложить несколько предварительных вариантов для утверждения. Открыв новый проект в программе SketchUp, я начинаю проектирование с определением ограничивающих габаритов. Иными словами, строю контур того места в комнате, которое отведено под стеллаж. Контур пола 1 метр на 2 метра, стену высотой примерно 3 метра и другую стену. Для наглядности накладываю подходящую текстуру и создаю компонент. Для удобства дальнейшего построения я создам отдельный слой, так и назову его «стены» и отнесу на него только что построенной плоскости. Сразу хотел бы оговориться, что в этом видео акцент будет сделан на проектировании и создании презентационных материалов. А детали демонстрации работы всех инструментов программы SketchUp при проектировании столярных изделий посвящено уже несколько десятков видео на этом канале, ссылка на весь плейлист будет в конечной заставке и в описании под этим видео. А подписавшись на канал и нажав на значок уведомления, вы и следующие выпуски не пропустите. Далее, в соответствии с проведенными ранее на месте замерами, построю несколько направляющих линий, разметку и по ней уже буду строить все элементы стеллажа. И первым таким элементом будет боковая стенка. Строю прямоугольник, выделяю и группирую его в компонент, захожу в компонент и выдавливаю его на толщину допустим 20 мм. Толщина 20 задается пока примерно, поскольку материал, из которого будет это изделие, будет выбран уже после утверждения концепции. Так что не исключено, что потом придется эту толщину корректировать. Беру этот элемент и его копию ставлю на следующую точку разметки. И еще одну копию. Скрываю слой стены, чтобы они пока не мешали при построении. И чтобы изменить высоту каждой стенки, поскольку они разные, каждую из стенок я делаю уникальным компонентом. И хотя выставить высоту каждой стенки можно по разметке, еще проще это сделать, если расставить горизонтальные полки, просто более наглядно. Поэтому начертим полки и подровняем высоту боковых стенок уже по ним. Субтитры создавал DimaTorzok вот здесь уже можно сохраниться, в смысле записать на диск уникальный файл с моделью, чтобы включился режим сохранения резервной копии. Контуры стеллажа заданы и теперь нужно разместить внутри горизонтальные полки. Они все будут на одинаковом расстоянии друг от друга и я предоставлю самому SketchUp право определить эти расстояния. Я строю вертикальную линию, затем нажимаю на нее право кнопкой мыши, выбираю пункт разделить и двигая мышь, выбираю то количество отрезков, которое мне нужно. То есть для трех полок нужно четыре отрезка. SketchUp разделит линию на четыре сегмента и остается только расставить в нужных местах горизонтальной направляющей линии. Причем после этого сама линия уже не нужна и ее можно без сожаления удалить. Точно таким же образом, разделив уже горизонтальные линии тоже на три части, нужно расставить вертикальные направляющие. И уже по направляющим традиционным способом строим и расставляем полки в нашем стеллаже, вот так. Может быть конечно это не самое захватывающее зрелище, но уже сейчас это видео, надеюсь, заслужит вашего лайка. Вырисовывается контур будущего изделия, будущего стеллажа. По замыслу заказчика, у стеллажа не будет задней стенки. Вместо этого будет либо мебельный щит, либо если найдется. Тонкая необрезная обработанная доска, шириной около 400 мм, расположенная посередине. Попробую воспроизвести ее. И даже попытаюсь изобразить неровный край слэба, слева с применением инструмента рисования линии от руки, а справа инструментом рисования дуги окружности. Убираю лишнее и выдавливаю. И снова пока на 20 мм, поскольку точной толщины слэба я пока не знаю. остаются три полки в нижней части. Отступая от пола 80 мм, должна же где-то пыль собираться. и дальше повторяю те же действия, что и раньше. Попробую Получился первый вариант дизайна и не мешает его раскрасить, чтобы смотрелось понатуральней. Вот такой цвет вполне подойдет. Похож чем-то на тот, которым покрывались и стеллаж для книг, и двуспальная кровать, про проектирование и изготовление которых я подробно рассказывал, вот ссылка на эти видео рассказы. Кстати, вот об этом я в своих видео не говорил. Применять инструмент заливка можно двумя способами. Если, как сейчас, применять сразу ко всему компоненту, то тогда не будет возможности потом изменять настройки текстуры. И главное, заливка применяется не ко всем одинаковым компонентам, а только к конкретному экземпляру. А чтобы была возможность настройки текстуры и заливка применялась ко всем компонентам сразу, нужно входить в каждый компонент и красить поверхности уже внутри него. Сделав первый вариант модели в соответствии с первоначальной идеей, я решил сделать еще пару вариантов. Для этого я выделяю модель полностью и переношу рядом ее копию. При этом, если вспомнить, то в модели использовались компоненты. Поэтому, если мы сейчас здесь начнем что-то редактировать, автоматически будут изменяться и компоненты в первой модели. Чтобы этого не произошло, я выделяю модель целиком, и в контекстном меню по правой кнопке мыши выбираю сделать уникальным. Теперь наши компоненты по второй модели перестали быть связаны с компонентами первой модели. Но самое интересное то, что если внутри нашей второй модели есть компоненты, связанные уже между собой, то они так и останутся связанными. Вот пример. Если я поменяю ширину нижней полки, то сразу поменяются все компоненты, с ней связанные. Видно, да? Но при этом полки в первой модели останутся без изменений. Но вернемся ко второй модели. Что здесь я поменяю? Я переставлю местами две вертикальные стенки и передвину слеп на край изделия. Продолжение следует... Не нужно чуть подлиннее сделать полки. Смотрится вроде бы неплохо, но вы видите, да, что это решение несколько рискованное в части реализации. Остаются подвешенными незакрепленными края двух полок. Но я оставлю этот вариант и сделаю еще один, где полки будут уже крепиться попрочнее. Вот примерно так. Кстати, и смотрится ничуть не хуже, чем предыдущие два варианта. Теперь стоит прекратить фантазировать, а нужно эти три варианта презентовать заказчику. Чтобы он выбрал только один, может быть что-то добавил или изменил, после чего можно уже будет приступить к моделированию деталей, солярных соединений, посчитать раскрыть материалы, чтобы упростить дальнейшую работу исполнителем. Как это можно сделать, я уже показывал на канале. Для этого я в скетчапе воспользуюсь функционалом, который в этой версии программы называется «Сцены». Вот здесь справа есть соответствующая вкладка. Я выбираю первый вид, который я хотел бы показать и нажатием на значок «плюс» создаю первую сцену. В левом верхнем углу сразу появится вкладка, нажав на которую можно сразу перейти на эту сцену. Сейчас будет видно. Я выбираю второй вид, который я хотел бы показать и создаю следующую сцену. И так далее. Кстати, если на каком-то из видов скрыть некоторые слои и сохранить сцену, то впоследствии эта сцена так и будет, без слоя. Как вот здесь, я скрыл слой с названием «Стены». Таким образом, я как бы фотографирую, делаю слайды с различных ракурсов своих моделей. Причем я пока не сталкивался с ограничениями на количество сцен. К тому же, в процессе создания сцен их можно редактировать, переставлять местами, выбирать, что в этих сценах будет сохраняться, а что не будет. Кому интересно, тот в этом разберется самостоятельно. Или можете написать в комментариях, и я посвящу этому отдельное видео. Что с этими сценами теперь делать? Теперь, если нажать на одну из вкладок левой кнопкой мыши, то SketchUp покажет вид на модель, сохраненной в этой сцене. Но вот если нажать на вкладку правой кнопкой и выбрать в открывшемся контекстном меню фунт «Воспроизвести анимацию», то программа начнет воспроизводить последовательно все сохраненные сцены, делая между ними плавные переходы. Как-то вот так. Вот он делает это сам, без моего участия. И будет продолжать, пока не нажать на кнопку «Остановить» слева вверху. По-моему, вполне даже наглядно. Но это пока сложно презентовать заказчику. Его же не заставишь установить на компьютер SketchUp и не объяснишь в двух словах последовательность нажатия клавиш. SketchUp представляет возможность создать презентацию и в форме картинок, и в форме видео. Идем в меню «Файл», выбираем «Экспорт», «Анимация», «Видео». Указываем место, где мы хотим сохранить видео. SketchUp предлагает выбрать формат файла, но в бесплатной версии Make выбор не очень большой, но достаточный. Full HD, 24 кадра в секунду, файл формата MP4. SketchUp последовательно запишет все сцены, которые мы до этого создали. Запускаем процесс записи видео и ждем какое-то время. А пока файл пишется, я снова хочу сказать огромное спасибо за вашу активность под моими предыдущими видео. Ролики, под которыми вы оставляете комментарии, YouTube чаще показывает в рекомендациях, и это ваша заслуга. Напишите комментарий под этим видео про дизайн и конструкцию стеллажа или про моделирование SketchUp. Так вы повысите его активность и оно, возможно, чаще будет попадать в рекомендации к другим видео в тематике проектирования столярных изделий. Спасибо. После записи находим и открываем созданный файл в проигрывателе. И вот результат. Здесь он несколько ускоренный для демонстрации. И вот в таком виде проект с вариантами уже можно отправить заказчику на согласование. Он его сможет посмотреть, как ему будет удобно. Хоть на компьютере, хоть на смартфоне, хоть на телевизоре. Согласитесь, удобно? В этом видео я показал, как сделать несколько вариантов изделия из одной первоначальной модели и презентовать это заказчику. Получить от него решение и продолжить моделирование уже всех деталей. Если вам интересно, мы можем провести стрим в прямой эфир, где можно подробно это показать и обсудить. Комментарии оставите. А сегодня я с вами прощаюсь, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok